Привет, друзья! Меня зовут Ренжин Сергей, это канал о светодизайне. Я, точно так же, как и вся индустрия дизайна, тоже люблю скандинавский стиль. Поэтому в этом ролике я расскажу, какие светильники, их типы и так далее, я считаю уместным для применения в этом самом скандинавском стиле. Это будет философское рассуждение на несколько минут о косяках, которые я вижу практически в каждом дизайн-проекте скандинавского стиля. И об удачных решениях, собственно, которые мне нравятся. Скандинавский стиль, как я его понимаю, это изящный эстетичный минимализм. Холодные, уютные, серые тона и довольно контрастная мебель. Возможно, черная или таких темных оттенков, чтобы это было все так гармонично. Я нашел тот самый стиль, в котором трековая система освещения смотрится не очень. Скандинавский стиль единственный, в котором трековая система освещения прям выделяется и смотрится прям плохо. Очень уж она забирает на себя много внимания относительно всего остального интерьера. Поэтому это будет не так часто. Я здесь ее использовать не рекомендую. Базовая система дизайна освещения для скандинавского стиля строится на двух главных категориях. Это слой хорошего, качественного, функционального света. И пара каких-то классных потолочных или настенных инсталляций бра авторских, которые будут уместны здесь. Главное не переборщить здесь с освещением, потому что все тона довольно светлые. И в светлых тонах даже 4 светильника будут работать примерно как 7 или 8 в темных тонах. Максимально круто в скандинавском стиле смотрятся так называемые паучки. Мы в индустрии освещения называем паучками разные системы инсталляции света, которые реализованы с помощью прикрепленных к потолку в различном хаосном порядке источников света. И они выполняют как функциональную, так и эмоциональную функцию освещения. Это, как правило, дизайнерские светильники, которые изобрели ребята из Италии или из Германии. И здесь я горячо рекомендую покупать именно оригиналы, потому что любые реплики будут смотреться страшненько. Но самое главное, они не будут выполнять ту задумку, именно световую задумку, которую придумал автор. Поскольку скандинавский стиль это аскета и минимализм в интерьере, а также эстетика, достаточно одной такой инсталляции, чтобы смотрелось это все прекрасно и изящно. Да, я знаю, эти штуки стоят по 2-3, иногда и по 5 тысяч евро. Но, честно говоря, я думаю, что это того стоит. Уж очень круто эти самые инсталляции, паучки, добавляют эстетики нашему интерьеру. Еще по поводу скандинавского стиля хочу сказать, что очень часто дизайнеры интерьера применяют такую штуку в освещении, как напольная бра. Напольная бра – классная история, заполняет здорово пространство, дает хороший декоративный эффект, но есть один нюанс. Они дорогущие, как космические корабли. И если мы делаем, не знаю, для съемника какую-нибудь 25-квадратную студию, там, где весь ремонт стоит полмиллиона рублей, то покупать туда Delta Light какую-нибудь треногу, ну, за 20 тысяч долларов, вряд ли кто-то будет. Поэтому на помощь, к сожалению, нашим заказчикам и дизайнерам приходят репликанты. Выглядят они очень похоже, но эффект от них совершенно ужасный. Поэтому, раз уж мы говорим об скандинавском стиле, об эстетике минимализма, так уж лучше вообще не использовать это напольное бра, чем использовать какую-то дешевую реплику. Все на самом деле идет от паттернов самого потолка. Если в элементах дизайна этого потолка есть темные тона, даже теплые, такие как дерево, например, или темные в виде лофта, трековую систему освещения смело применяйте. Ее будет более чем достаточно, чтобы подчеркнуть всю задумку интерьера. Но если это прям такой true, real talk, так называемый, настоящий скандинавский стиль, где все вокруг беленькое, конечно, это должны быть маленькие, изящные, с хорошей оптикой, с хорошей цветопередачей, минималистичные. С оптикой примерно 60 градусов и цветовой температурой 4000 кельвинов не теплее. Красивая, встраиваемая или накладная система освещения. Практически в каждом дизайн-проекте я вижу эту самую ошибку, когда дизайнер интерьера в свой рендер помещает на строительном проводе лампочку в красивой такой архитектурной, текстурной оплетке, потому что это хорошо выглядит днем, но ночью это выглядит совершенно ужасно. И лампочка ничего, кроме себя, на 360 градусов не освещает. Если видите такое решение в вашем скандинавском интерьере, бегите бегом от этого решения и вместо этого приходите к нам на консультацию. Да, обратите внимание, что 99% рендеров со скандинавским стилем сделаны днем. Это не совпадение. Вечерний рендер делать сложнее, дороже, а главное здесь нужна компетенция светодизайнера. Поэтому смело присылайте ваш дизайн-проект нам в студию и получите по нему экспертную оценку. Спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик был вам полезен. Буду признателен за лайк и подписочку. Увидимся в следующем ролике.